У нас сегодня, кажется, третье, Володя, число, да? Четвертое? Третье, наверное. Третье декабря 2015 года. Ну вот, четверг. Что-то мои братья решили выбирать в комнате. Видите, как убираем в комнате? Это у нас такой день. А почему так? Я сейчас объясню. Я еще в пятом классе прочитал роман «Подросток» Федора Михайловича Достоевского. И он там все рассуждал. Подросток. А я полюбил его. Это у меня... Ну, любишь, когда сходное что-то есть. Я всегда додумался, а как лучше делать, что лучше. И вот он рассуждал, стоит ли одежду чистить. Он стал рассуждать, что такое одежда. Это переплетенные нитки. А, вот. Где переплетенные, нитка-то круглая, и там выемка есть между нитками, если рассмотреть-то. И вот в эти выемки попадают пылинки. Так вот, пылинки, стоит ли их выметать-то? Потому что щетка... Ну, трешь ты, время тратишь, рвешь. Он рассудил. Щетка это из такого же, естественно, материала. Там конский волос из хвоста, твердый. Вот. И одежду, если ты по ней будешь проводить, то не испортится. А пылинка, это камень. А камень, это инородный, твердый. И когда человек сгибается, то камень, там, этот, задевает за другие нитки и прорывает. И он делает вывод. Одежду надо чистить. И вот у нас точно так же. Ты сбрызнул хоть маленько, нет? Да, да, сбрызнул. Вот. Сбрызнули метлой. Какая метла? Метла, видите, капроновая. Мы пробовали щетку убирать. Ковер у нас на полу. Откуда он появился, неизвестно. Видите, он как? На нем полки стоят, он придавленный. Вот здесь, где компьютер, столик. Ну, то есть, его не вытащишь никак. То есть, вытаскивать это, ну, за всю жизнь, может, один раз только где-то. И вот щеткой пробовали, никак. А метлой хорошо выметается. Вот это, скажет, ничего себе, дожилися. Вот теперь он мусор этот выметает, где я сижу. А с той стороны Никита. Ну-ка, коврик снова подними. Вот он сходил, вывалил. Давай, ведро сюда, давай, из золы. Из-под коврика выметай теперь. Чем выметаешь? Вон сзади лежит у тебя крылышко твое голубинное. Потом беником, вот. И вот на эту вот, вот, смотри. Я тебя учу. На нее скребаешь. А половичок надо вытащить, похлопать и с него все убрать. Которые волосинки, которые не руками выбирать. Вот. Вот теперь убирает. Видите как? Вот так. А потом мокрой бумажкой протереть вот это. И вот это грязное, оно уйдет. Ну, это у нас вот эти, какой, как будто яролаша. А больше некуда у нас. Вот мы только ходим. Пространство, чтобы ногами пройти. Вот такая скученность. А нам это как раз. У нас не акулий полигон. Как мы сейчас покажу, как мы моем. Володя, покажи, подержи-ка она. Я покажу, как мыть. Я пол могу вымыть в комнате у нас одной кружкой воды. А как это? Вот, смотрите. Так, Никита, дай мне дорогу. Вот газета, она ни копейки не столько. Так, у нас там сходят много. Так, а то убери. В коврику. Вот я обычно в тарелку наливаю воды. Ну, какая тарелка-то, небольшая тарелочка, в которой не едим. Обычно я беру даже вот эту, не тарелку, а вот эту, кошачью, где она. Вот она. Вот, кошачья. Ну, тут поставить негде, поставлю пока на время здесь. Вот беру эту газетку, я ее смощил. Смотри-ка, вот сколько это. Ну, бумажку смощить. Да ничего. Сразу ее вышел. Вот она. Кажется, две, нет, одна. Вот. Теперь вот она. Пол надо вымыть. Я вот шире делаю. Вот. Вот пока там прошел, а это уже размякло. Теперь дальше ее размочали. Тереть даже не надо, еще не попортится. Вот оно где. Вот. Ну, а дальше еще живем мы в частном районе. Бумажка туда или вон в печку. Здесь. И смотри, как быстро меняется температура. И что я стратил? А еще ничего не стратил. Газеты у нас тонны. Отходы брали. Теперь беру опять. Вон она, пачка. Огромная пачка нарезанная. Пожалуйста. Вот теперь я беру ей и вытираю. Это сухая уже бумажка. Вот на ней вся грязь остается. Это я туда кину, на растопку. Снова. Ну, конечно. Бумаги надо. Вот сколько воды потратил? За водой надо идти, а потом грязную выносить. А здесь еще не надо. И при этом очень чисто. Сейчас я покажу. Некоторые скажут, ой-ой-ой. Я знаю, как будут судить. Но ведите у себя порядок, тогда учите людей. Ну, вот мы наводим. Послушались вас. Кроткие, смиренные ребят. Никита снимает. Как тебя назвал, Северенко-то? А? Ну, такой упертый. Не загипнотизируешь меня, как баран. Бар-баран, да. Ну, что баран? Баран тоже неплохо. Это из стада овещев, не волк овещев шкурит. Настоящая своя шкура. Ну, маленько юмора. Пустите, не бойте как старообрядцы-то. За всю жизнь ни одного слова. Не скажет юмор. Вот смотри, как, Володя. Вот оттуда он теперь на газету. Под ковер ее газету. Теперь заметит. Подковерная работа называется. Смотри, сколько намел. А мы его метали месяц назад. Вот один раз в месяц делаем уборку. Притом это ни копейки не стоит. Смотри, как дружие ребята живут. Вот. А откуда это все? Ну, откуда? Песок сыпется из нас. Я работал на корабле. Больше всего удивлялся, чему? В каютах пыль. Море вокруг. Ниоткуда пылинки нету. Каждый день палубу моют раза на два. И пыль. Откуда? Да мы сами все из пыли. Прах. Прах-то и в прах возвратишься. Вот так, когда посмотришь, ну все. Еще тогда надувать все. Помню, я в техникуме учился. А я не любил это. Ну и с неверующими быть-то. Но пришлось зайти в общежитие один раз. Зачем, я не знаю. Кого-то там позвать. Вот все. Одной бумажкой одной все. И вода чистая. Кошкам опять поставлю. Подожди-ка. Вот больше ничего не надо. Хотя вот маленько есть. Вот это халапешки. Сейчас я здесь затру. Подожди-ка. Вот смотри. Вот зашел я в общежитие-то. А там как раз какие-то сукарные. Или кто приехал. Ну как принцесса. И вон парень один лежит. Но видно парень-то неверующий такой. Он все по-своему. Невеста-то так неплохая была бы. Принцесса. Уж не грешит, да, говорит, с царисой. Кто какую царису ему даст. Потом полежал, да. А вот смотрю я на нее. И как только подумаю, что она в туалет ходит, как и мы. Ничем она от нас тогда не отличается. Вот такие философские рассуждения. Ну они, конечно, не очень глубокие. Но вообще-то говорится. А почему? Я готовюсь говорить так. Посмотри. Видите, опять чистая. Вот Володя пришел. Так, смотри, вот все. Теперь там, если по всему ковру так, их боком сделать бумажки, остатки пыли убрать. Вот он, смотри. Бумажку взял. Смощил. Мы одним стаканом вымываем дом. Вот он где, протирает. Так. Вот Володя. Теперь, чтобы протереть сухим, вот еще бумажек. У нас бумажек этих тысячи, наверное. Вот так. Понимаете, эти бумажки как я отдаю, так сразу вспоминаю. Ребятишки у меня в лагере стали жаловаться, что туалетная бумага, ну а туалетная бумага только чистая, потому что краска вредная. Вот такие вот нарезанные. Это тоже отходы с типографией Алтайская правда. Мне разрешили, я выбирал оттуда. Много таскал, снабжал в эти годы первые перестройки, когда нигде не было. Я и в прокуратуру, в детские сады, в больницу, в школу, везде снабжал бумагой. И нажил добавку, три грыжи у меня на позвоночнике. Большие тяжести таскал. Позвоночник прямой, никогда не был искривленным. Это один человек написал, Кирилл, он не знает, как выразить грыжу, и написал искривленный. И на этом показать хотят. То и путь мой такой же искривленный. Да нет, конечно. Болезни с духовным связи никакой не имеют. Кто, согрешенные родители? Не он, не родители. К славе Божией это все. Я к тому говорю, что вот как убирать надо, и как мало можно тратить, и ничего это не стоит в бедности. В бедности можно жить красиво, интересно, дешево. А что у тебя? Есть самого малого. Не одну десятину, а хотя бы три десятины отдавайте. А одну священству, где исповедуешься, причащаешься. Вторую десятину на храм, чтобы храм благолепный был. Ну а третья, третья самая большая должна быть. Она может 5-10, это милостыня. Кто щедро сеет, щедро жрет. Это относится к милостыни, не к храму. Это относится именно к этому. Десятина на обощение наше было, к нам не относится. Она просто, Бог, ты заработал 90, а Бог приложил десятку и говорит, отдай свою руку. Вот я показываю, как. И вот даже как в комнате убрать, кто дал вот этот кружок, другой, там третий. Ничего не знаю, все это не наше. Нашего ничего нету. А почему? В день, когда я обратился, я все раздал, говорит, к ногам апостолов положил. Я всем говорю, 9-10 платил. Да не 9-10. А остальное я делаю печь, у меня накормят. У меня вообще ничего не было. И так счастливо, красиво, интересно. Но, конечно, Павел говорит, допустим, я хитростью с вас брал. Ну, считайте, я хитрый такой человек, зомбирую. Вот у меня сестра жила. Это уж к слову сказать опять. И она там познакомилась, учатся тоже девчата. Сейчас так не помню, кто татарка, кажется, одна была, казашка какая-то еще. Откуда она их там? Братка пришла жить негде. У меня 12,8 квадратных метра. С кухней, с приемной, с мастерской, где тон студии у меня стоит, 12 магнитофонов, маяк и 205, вот такие огромные. Это все на 12 квадратах. А где девчонки будут спать? Ну, у меня на этаже, покажи, как разбито, вот. Вот, гляди. Вот, смотри, это аж первые забитые все. Вот это у меня софиты на таких вот сделаны, когда записывали Библию. Там специально куплены такие стоят. Ни копейки нету. Вот. А эту комнату глянь. Вот оно, смотри. Да сделаны широкие. В случае чего можно спать двоим. Девчонок я положил подвое. Ну, интересно, главное, в одной комнате. Ну, ширма у них, они за ширмой. А в Майане за ширмой я хозяин. Все разделся в потемках. Они ложатся, спят, я еще сижу. Я встаю, они еще спят. Они меня спящего никогда не видели. Но, но главное в этом, что я за всю жизнь, держа квартирантов, ни с одного, ни одной копейки не брал. Вот другая за стенкой, там побольше, на три комнаты почти. Там жил у меня Игорь Добунов, 14 лет. Я даже не понимаю, как бы брал. Это мой брат. Ну, верующий где-то. Ну, попутно начнешь все это говорить. И вот девчонки у меня жили. А потом встали, ушли, девчонки-то выросли. Еще кого-то сестра привела. Но кто ко мне попадает, со всех одинаково. Десятина должна быть. Я показываю, куда ложить ее. Где она? Тут у меня тумбочка, дальше иконы. Вот сюда. Златоуст говорит, хочешь свои деньги сохранить? Это не в банке надо хранить. А где на милостыню отложил? Павел говорит, когда приду, чтобы сборов не делать. И рядом свои положи деньги. И Бог сохранит. Потому что ангел, говорит, их охраняет, но попутно и твои сохранит. А как у меня ребята были все работящие, там на бульдозерах такие мощные. У них заработки хорошие. Все откладывали. А я говорю, сколько положим на еду? Ну, в советское время, вспомните. Я говорю, давайте по 25. Хотя у меня уходило 10 рублей. Ну, вспомните, на 10 рублей работают на стройке. Один говорит, 200% выработка у меня была. Не 200, 280, 300. Первое место в 300. Все попутно сказать. Откуда мои грыжи-то на позвоночнике-то? Рельсы, шпалы, все носить. Не худой был-то. А вот насадился где-то. И вот когда откладывают, 25 рублей. А сколько ты, Володя? 25. Сколько ты, Никита? 25. Положили. Но, как сказать, меню составляю я. Я всегда так сделаю, чтобы от 25 еще 15 осталось. И поэтому, представьте, в те времена 15 это уже деньги. А если нас 10 человек, а у меня месячный наклад 72 рубля, в два раза больше. А мы ремонтируем базу, работаем, допустим, 15 дней. Я 750. По тем временам 750 это большой заработок был. И, естественно, если 9 десятин я отложил, сколько будет? Вот на сегодняшние деньги я как-то люблю математику. У меня всегда была пятерка по математике, физике. А все попутно. Вот. Деньги-то какие? Я их перевел на сегодняшние. Ну, допустим, на сколько стоит хлеб, сколько дорога железнодорожная до Потеряевки. 2,30 стоила, а сейчас стоит там 230. Ну, понятно, во сколько раз все это. Я это все умножил, то пока оказалось, что в моих руках и сейчас, и тогда были миллионы. Миллионы. Не один, а миллионы. Ну, а куда же вы девали-то? Я скажу по секрету. Никому не говорить. Особенно православным батюшкам не говорить. Они меня сразу запишут в зомбирующую или какую-то там гуру. Это они любят. Это у них стандарт от этого, от Дворкина-то. Я узнавал, где голодные. А какие голодные? Хлеба нет. Да хлеб-то духовный. Духовный. Да, где баптисты, отделенные Совет Церквей, они тайно печатали. И мы узнали и имели связи с пресвитерами, со старшими пресвитерами баптистов. И туда деньги отдавали. Никому не говорите. А на Новых Заветах, которые издавали, было написано. Продажа не подлежит, как подарок. Мы знали, куда деть. К ногам апостолов. Я не к баптистам отдавал. Я отдавал в руки людей, только это переходное звено. Они отдавали туда, оборудование, краску. Подпольные люди работали и раздавали. Бесплатно. Бесплатно нет ничего. А так кто-то заплатил. Как свидетель Егова. Вот же свидетель от имени Егова, правильно назвать их. Они раздают. Так они покупают эти брошюры и потом раздают. Покупают. Не бесплатно раздают. Бесплатно они уже решили отдавать. Или такой закон был. Вот маленький пример. Володя сегодня решил убирать. Вот убрал. Все чисто. Так там пыли сколько. Ничего, не бойтесь. Не гигиентис. Видите, как чисто. Погляди. Вот ковер какой. Вот мне подарили какое-то покрывало. Вот оно. Видите, что тут есть. Володя, вдвоем-то если бы показали. Ты как олени. Ну-ка. Я сейчас прочитаю. На это покрывало. Как изничтожено извлекаю полезное. А. Вот сегодня я что написал. Это мне. Как ее фамилия-то кто послал? Елена Ефимова? Да. Это она. Какова? Митара Тарабища. Зарядите в интернете вот эти слова. Ну его много пророчеств было. Серб. Он говорит. В народе. Я написал. В народе. Не в монастыре. И сколько пунктов. Которые должны сойтись. О ком говорится? Живущим далеко на севере. То есть это не в Германии. На севере-то всегда считалась Россия. Северная страна. И об ней в откровении написано. С севера придет царь непобедимый. Появится маленький человек. Должен жить на севере. Должен быть маленький. Который станет учить людей любви и сочувствию. А этому нельзя учить, пока ты сам этому не научишься. Сочувствию. Любви Божией и сочувствию Божьим. Но вокруг него будет много лицемеров. Надо, чтобы это было. Поэтому ему будет очень трудно. Златоуст говорит, что это труднее всего переносится. Труднее, чем потеря детей. Про его говорит. Труднее, чем нападки жены. Потеря имущества. Но когда друзья стали обвинять, он не выдержал. Никто из всех лицемеров, которые вокруг него будут, и знать не захочет, что такое истинная благодать. Но от того человека останутся мудрые книги. И все отдельно сказаны им слова. Слова. И позднее люди увидят, что обманывали себя. Не поверят, а что обманывали. Митар Тарабич. И вот, она что, Елена, почему она прислала это? Да так, между делом, между словом. Вот. Она прислала здесь. Она не между делом, между словом прислала. Она с каким-то намеком. А, ну. Понятно? Понятно с намеком. Вот так. Я это отсылаю людям. Помолитесь, чтобы Господь нашел этого человека, если он при нашей жизни будет. Чтобы оценили его книги. Мудрые книги, сказанные слова. И чтобы лицемеры эти тоже обратились. Ну, а раз должны быть, они и будут. Они не захотят знать, что такое истинная благодать. Благодать благовестия. Это я все попутно говорю. И вот начали делать приборку. И смотрите, что мы из этого взяли. Вот я сейчас что сделаю? Смотри, нахожу, у меня такой момент есть. Вот. Стихи одним файлом у меня. Вот я заряжаю сюда оленей. Оленей. Я знаю, какой. Оленей. Надо было оленей. А я оленя. Вот найду я или нет его стихотворения? Оленей. Сейчас найдем. Вот она где. Володя, возьмите-ка вот это покрывало. Вот так вот, возьми его. Давай-ка откроем. Ты одной рукой держи. Ну, в общем, так, подними. Так, натяни его. Вот смотрите, что изображено здесь. Кто подарил, тоже не знаю. Вроде бы Егоренка. Надежда Павловна. Вот они скачут на оленях. Волки их обложили. Вот возница. Вот сидит. Это стреляет, стоит. И вот они скачут. Это волки. Вот волк стоит. Видно, нет? Это ковер, все-таки, не картина. Ковер настоящий. Вот. Смотри, сколько обложили. И этот Иеремия говорит, что если человек... Я сейчас попутно скажу. Смотри, вот как интересно получается. Я учу, как смотреть надо. Вот программа есть. Это Тимофей Ха составил ее в Вьетнаме. Сучащий в МГУ учился он. Так. Хорошо. Сейчас мы посмотрим, где такое слово. Иеремия. Вот. Иеремия 15-19. Вот он. На сие так сказал Господь. Господь, если ты обратишься, то есть сначала надо уверовать родиться свыше, то я восставлю тебя. И будешь предстоять перед лицом моим. И если излишешь драгоценное и изничтожного. Изничтожного, но драгоценное. То будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе. А не ты будешь обращаться к ним. Вот надо, чтобы к тебе обращались, а ты не обращался. И чтобы не изничтожного, извлечь драгоценное. И вот я нашел это покрывало подарили. И у меня стихотворение написалось. Ну, я не поэт, повторяю, не поэт. Но это называется проповедь в стихах. Вот послушайте. Неправда без молитвы так и прет. Тебе видно слова, нет? Да. Нахально наседает словно волки. У скачущих оленей поперек. От выстрелов упор не то так мало толку. Их стая оголтелых и голодных. Им выбора иного тоже нет. Не меньше дюжины. Нас обложили плотно. Им нужен я сегодня на обед. Безбожники, антихристы, зверье. У каждого хвосты висят поленом. Не промахнись ружье, иначе мы, иначе все умрем. О, Господи, дай вырваться из плена. Храпит в истерике упряжка из оленей. Копытит то и дело хруст костей. Вот их вожак, в рост вылитый, как Ленин. Из леса вырваться бы на простор степей. Родимые, не спотыкайте с горок. Любимые, на взгорке, на одном дыхании. Не отсырей же от дыхания порох. Вот опрохинулся еще один ахальник. Мне приходилось проводить беседы с различными по злу еретиками. От этих волщих стай на Русь ворвались беды. Не раз их Библии пришлось мне заорканить. Их лютость и сверкание злобных взглядов прошлись по мне, Что вздрогнешь и во сне. Стихи на память в патронтаж плеядой Сектантов заставляет костенеть. О, память! Дар! Талант не заржавевший! Ты выручала лишь с постом молитвой. От доморощенных сектантов до заезжих Ты поражала из своих наймитов. Напокрывали на моем картина. Олени, волки, лес, один стрелок. Испуганный второй возница что-то крикнул. Во сне от холода им накрываю лоб. 20 ноября 2004 года. Вот из ничтожного извлекаем полезное. Ничтожная маленькая такая комната. Сколько мы из нее извлекли? По учению. Вот сейчас я покажу. У меня голуби здесь сидят. У голубей болезнь есть такая вертячка. Вот так голова у него заворачивается. И лекарства нет, только уничтожаются. Откуда приходят? Никто не знает. Большие бывают голубятни. У меня-то 20 голубей. Ну, 3 голубятни это может быть и 60 умножить. А бывают, держат сотни голубей. А есть тысячи. Называется голубедром. Как танкодром. И они эти голубей, конечно, продают. Вот приехал здесь один Криворотов. Он был там на этой выставке. И парень один продавал голубку. Голубку. Ему давали 5000 долларов за одну голубку. И он ее не продал. Он за нее просил 10 тысяч. И купят ее? Да, купят. Потому что это новая порода выведенная. И вот подойди сюда. Это у меня решетка на один закрывают. Погляди, где они. Вот они сидят. Это вот дикарь. Сейчас, что означает дикарь, я вам возьму потихоньку. Подай света, пожалуйста. Да. Это плохо видно. Отключить бы ее. Вот он какой. Он не дается. Записывается? Да, да. Смотри сюда. Вот сюда. Вот я его принес. А то он ко мне туда залетел. Голубям. Я его взял. Да хорошенький какой. Тихо, тихо, тихо. Подожди. Вот он какой. Я его взял сюда. А зачем взял? Опыт. Вот они сколько болеют. Он у меня лежит здесь. На него эта болезнь не пристает. А тут надо полную дезинфекцию делать. Я зашел. Какая дезинфекция, голубя? Я взял святой водой бутылкой, побрызгал святой водой. И все. Вот я его принес. Он совершенно нормальный, крепкий голубь. Я даже за ножки возьму, покажу, как он хлопает крыльями. Вот он какой. Его видно, какой он хороший. Ну-ну-ну. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Вот он как. Вот. А этот вот. Вот второй сидит, который там больной. Она уже доходит, голубка. Породистая. Все. Вот она как. Смотри. У нее голова как выворачивается. Видишь? Вон она куда. Она ничего не может сделать. Она когда клюет в воздух, а ей кажется, что внизу. Она и есть не может пить. Я ей, кажется, чуть ли не в рот наливаю. Подношу. Там. Вот она. Это она за три дня такая стала. Это вертяжка называется. Никто не знает, что это породистая, на зиму оставленные голуби. И вот они. Откуда-то зараза эта пришла, уже четвертый голубь погибает. Я оставил ее здесь. Посмотреть до конца, как, что будет. Влияет ли на него. Ну и можно. И лечить ничем нельзя. Никакие уколы, ничего не повышено. Голова какая. У меня летом не было, в прошлом году или когда было. Там Миша говорит. Там совсем штук 10 осталось. Наверное, 30 или сколько погибло. Самые-самые такие редкие голуби. У меня пять пород было. Все погибли. Ну, по-новому. Вот так. Вот посмотри, где у меня тут вода. Вот она сидит. Видишь, выворачивает голову как. Это тут у них еда. Горох. Там не видно, видно. Сейчас Володя попытается. Ну-ка, подожди. Свет может зажжется, нет? Да ладно, Володя. Раз нету, то нету. А то испортите запись. Володя. Ладно, отставь. Вот она. Это пшеница, лущеный горох и семечки. И там же песок крупнозернистый. Вот. Я крупнозернистый песок убрал. Они опрокидывают ее. Вот она баночка с солью. Крупнозернистый. Ну, тут она прокидывает. Я подметаю за ней. Видите как. А вон она сидит. А вот здесь вот вода. Чтобы они туда не оправлялись. Она голову-то туда может сунуть? Вот отсюда. Покажи. Вон она. И какая чистая. Там одно перышко попало только. Это возник много. Ну, вот сейчас смотрю. Как дальше дело продолжаться будет. Ну, а потом. А потом ему добавлю этому. Еще одно голубя такое залетит. Посмотрим. Вот эта обстановка здесь. Не повлияет ли на них. А здесь, чтобы она... Он бьется иногда, чтобы не поднялась. Я вот этой придавливаю конец. И вот железяка у меня. Край этого. Решетка такая. Вот они сидят. Вещем опять закрываю. Видите как? Это ничтожное. Из ничтожного, из речи полезное. Вначале с чего? Вначале с ковра, как убирали ребята. Никогда не надо роптать. Мы вот молимся утром всегда Иоанну Крестителю. И говорим, Господи, научи нас жить в бедности. В бедности. Без ропота. Красиво и интересно. Быть благочестивым и довольным. Довольным. Ну и сразу молюсь. Каждому дар и жилье. Каждое утро я поминаю, кому дать жилье. Это Сергею Дудину. Такой священник. Или позиционировал себя священником, не знаю. Томской епархии. Я молюсь каждый день. А он к вам относится плохо, клевещет. Меня это не касается. Это его, а это мое. Он однажды сказал, трудно ему с квартирой. Все. Принято к сведению. И я перед Богом предстаю. И Гавриилу. Очень трудно у него с квартирой. Платит где-то, переезжает. Да как? Помочь не могу. У меня ничего нет. Просто ничего нет. Вот кто посмотрит кровать и скажет, А что это вот висит? Вот наклонись сюда. Вот. Что висит? А это висит у меня приспособление. У меня грелка, но она протекает, когда холодно. Вот сюда я грелку привязываю, чтобы она стояла. Протыкаю через одеяло. И там вот это вот, вниз туда крышки подцепляю. И у меня грелка стоит вертикально, чтобы заснуть ночью. Приспособление. А новую грелку купить новую, так это деньги. Вот я один здесь, когда остаюсь, у меня температура иногда до 5 градусов сходит. А что, это ведро угля сэкономлю. Но ты когда делаешь, то не рабщи, ты радуешься. Я просто делюсь опытом. Вот мне сегодня говорит Юрий Соболев. Вот видите, вы показали даже кошка, как в подвале. Что в подвале стоит? Все показываете, что вверху, на крыше. Вы уважаете своих зрителей? Да, уважаю. У меня книга такая вышла, два священника пишут обо мне. Для слова Божия нету. Николай Балашов и романах Нафанил Судников. Николай Балашов, это ближайший помощник патриарху. Он доктор богословских наук. Он у меня был главным ходатаем, когда я сидел в тюрьме в лагерях. Перед прокуратурой СССР, РСФСР. И он знает это. Почитайте, зайдите на нашем сайте, на странице. Кто мы такие? Какие тоталитарные? И он пишет абсолютную правду. Вот так, как есть. Что никогда меня не видел в другом одеянии. Вот такое я и есть. Все в десятке заплат. Валенки заплатил на заплате в три этажа. Вот оно как. Интересно, да, интересно. И мои братья такие же. А что хвалишься? Изничтоженность здесь полезная. Высвободить средства для дела Божие. Вот они. А на улицу пошли. Вот они одеваются получше. А я какой есть, такой и выхожу. Сегодня пока хватит. Мы получили хороший урок. Слава Христу. Ну-ка, Никиту покажем. Давайте, Никита. Ну, ты делал добровольно снимки эти? Добровольно. Может, тебя тоталитарный волк здесь зажал и грызет? Какой? Не знаю такого. Не видел. Да, да. Все у тебя нормально, да? Да. Ты можешь другим сказать, что на Порошенко мы не злимся, а каждый день молимся за Петра? Не злимся на Порошенко, а каждый день молимся. Да. И каждый день просим мира Израилю, Россию, Украине и Сирии. Так? Именно так. Вот так. Ну, во славу Божию, давайте. Храни вас Господь. Вот ребята собираются. Тут уже свет выключаем. Идут они на работу. Сегодня куда идете? К Игорю Дубнову. Игорь, а вчера вы где были с утра? У Валентины Барышниковой, в Наумово, в деревне такая. Ну, еще не все закончили там. Ну, там зима, надо летом делать. Видите, братья свободные. Вот надо их устроить на работу. Ну, Володя тут кочегарм у нас, батюшка платит ему. А Никита вот, ну, отпустить кого-то надо, не мать. Он каждый день при деле. Ты чему-то научаешься здесь? Каждый день чему-то учусь. Ну, а у Игоря там ремонт и что-то полезно тебе это? Конечно, практика каждый день. Мне говорят, отпустите его, пусть он батюшкой будет. Да, не надо. Зазомбировали тебя? Украинский беженец. Говорит, там, говорит, сбежал дезертир, и он находится в вашем лагере. Это дело, говорит, подсудное. Вы ослабляете вооруженные силы Украины. Да, прям в шинели сбежал, и все, и там в шинели ходил. Ну, что сказать-то? Тебе отвечать за это, что ты дезертировал. Володя с метлой пошел. Зачем метла была? В комнате прибирали сегодня. В комнате прибирали метлой. Расскажите другим. Вот. Живем как голуби. То есть за собой не убираем. Но у нас чисто все-таки. Это я просто смеюсь, а на самом деле у нас вот дрова. Вот. Ну, все как надо. Печку заправили. Здесь я делал. Вот дрова сушатся вверху. Вот наверху. Здесь, видите, свет включили. Давайте во славу Божию. Сейчас мы помолимся. Вот. Давайте. Господи, помилуй нас. Отец наш небесный, мы просим Твоего благословения на этот день. Соделай труд наш полезным и безопасным. Даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии. Сохрани наших близких и дальних. Чтобы все возвратились домой из этой Сирии. Сохрани нашего президента Владимира от покушения на него. И даруй духовное рождение свыше. Патриарху, епископам, священникам и пастве. И чтобы между нами был мир, любовь и согласие по Слову Твоему. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу слава. Аминь. Давайте, ребята, трудитесь. Господь да поможет нам. Вот здесь включен свет. Я когда выключу все, он сам выключится? Да. Все? Давайте. Вот они пошли зазомбированные. Опять на работу. Зомби пошли, мое. Ушли хлопцы. Вот как закрываем. Видите, крючки какие у нас. И на дверях счета написано еще. Не повредите кошку. Закрывайте двери. Очень осторожно. Вот. Все, на этом. Отхожу. Вон они, ребята, пошли. Там на той стороне. Видно уже. Вон они. Вон они. И так же. Возле.